Главный тренер Ростова Олег Протасов и традиционный послематчевый комментарий Олег Валерьевич, пожалуйста. У нас плохо держится мяч, впереди мы его доставляем, тут же теряем и сами обрезаем еще на подступах к чужой половине поля мяч часто очень, тем самым даем сопернику возможность контратаковать опасно, в Волге очень хорошие техничные футболисты. Вот так нас и наказали. В принципе, из-за своих ошибок мы пропустили Тагалы. Два так уж точно, после наших обрезал. Вопросы, коллеги? Макс Абдулевич, показалось, что команда сегодня так и не смогла завидеть, когда это нужно было. Такое ощущение, что проблема какая-то физическая подготовка? Начинать? Да нет. С физической подготовкой нет, просто нам, вы знаете, и Чеснаускиса нам не хватало, и Янкова не хватало, и Кириченко заболел. Команду можно и заменами толкнуть вперед, и те люди, которые выпадают, заменить их, и понимаете, и тогда вся команда уже как бы набирает темп. Сегодня у нас нечего мы не могли сделать. У нас на лавочке пять защитников был, и один Григорьев. Поэтому мы сами ребята, так как они были, те, кто были на поле, они не были не в состоянии, скажем так, сегодня этот темп ускорить. Потому что мы слишком уж в середине, так, если хотите, вальяжно играли, и как-то академично. Это не то, что хотелось бы видеть. Вопросы, Кореи. Да, Раунд, пожалуйста. Олег Ильич, вы накануне справедливо опасались матча с командой равной по классу, да? Уже иногда в прошлом году был такой сбой. Есть какой-то у вас рецепт? Как преодолеть это? Может быть временно? Рецепт есть. Я рекомендовал ребятам. У нас вроде как бы играющие люди в середине, те, которые могут и принять, и отдать. И Рябко, и Иванов. Саша Гацкан, короче, он больше опорный. Мы знаем его качество и положительное, и отрицательное. И мяч должен был бы цепляться, мы должны были в середине поля цепляться, а потом уже использовать фланги. Мы разобрали игру в Волге, и надо было на флангах вскрывать почаще, и вперед мяч давать. Но, тем не менее, не хватает индивидуального мастерства, я бы так сказал. Нужно обыгрывать один в один, а то и до двоих соперников, чтобы вскрывать плотную оборону. А у нас это не получается еще пока. Вопросы, коллеги? Нам нравится самим на контратаках, и вряд ли, когда пространство впереди есть. Вот с этим мы боремся, мы об этом и говорили, и мы понимаем, что это проблема у нас. Ищем ходы, но пока еще не получается. Это факт. Спасибо, Олег Владимирович. Вопросы есть еще? Коллеги Давидович, пожалуйста. Олег Владимирович, можно так сказать, что в чем-то это поражение, даже послужит какую-то пользу. В начале сезона, в начале сезона, вот так случилось. Да, я не хочу из поражений пользу выносить, понимаете. Поражение – это всегда поражение, и оно неприятно. Конечно, уроки и после победы, и после поражения какие-то выносишь. И выводы делаешь, конечно же. Но проигрывать дома, я считаю, как-то, я бы даже назвал так, спустя рукава. Я считаю, это не… Ну, там мы давили, да, мы пытались какой-то, мы шум этот создали вокруг, возле чужих ворот. Но это не то, что хотелось бы. Первый тайм был полностью проигран, провален, я бы назвал. Потому что не тот Ростов был, который мы все хотим видеть. Выводы, конечно, сделаем. Шансы людям мы даем тоже, какие-то шансы играть, ждем там одну-две игры. Но если человек не цепляется за эту возможность, будем давать кому-то другому играть. Рецепт прост. Да, Антон, пожалуйста, последний вопрос. Относительно ошибок в обороне, о которой вы сказали, что вы бы ошибки, последующие изменения в следующей игре. Оборону я никогда не спешу тасовать. Посмотрим внимательно, каждую позицию еще обсудим. Но больших замен в обороне точно не будет. Ну, как-то серьезных изменений не будет. Не знаю, кого-то вы имеете в виду, но у нас есть еще игроки, которые тоже хотят играть и, в принципе, готовы. Посмотрим. Спасибо. Спасибо, коллеги.